Музыка Пока весь мир прильнул к телеэкранам, наблюдая за футбольными страстями, мы устроили свой мундиаль в детском доме в небольшом селе Майнского района. Знакомьтесь, подающий надежды спортсмен вратарь Алексей. Ему 14 лет. Он болеет за Россию, а хочет быть как легендарный Месси. Помимо футбола, Леша лучше всех играет в теннис, хоккей и шашки. Школу, признался сначала мальчик, любит. Леша перешел в седьмой класс, но летом о ней вспоминать не хочет. Ты вообще во время каникул прикасаешься к учебникам? Нет. Или ну их, пусть отдыхает? Я вообще так не учился. Почему? Просто так сидел всегда. Это что? Ты же сказал, что тебе нравится школа. Нравится, но только читал. Ну и писал в школе. Ну а примеры решать? Примеры тоже решал. Какие тебе нравятся больше всего? На Икс. Мы прогулялись с Лешей по территории детского дома. Он живет здесь два года. Порядок во дворе поддерживают сами воспитанники. Первый помощник у воспитателей – это наш герой. Леше нравится подолго возиться на участки, ухаживать за растениями. А еще парень – настоящий чистюля. Когда предложили ему записать интервью на траве, сесть на землю он отказался. Бережет новые джинсы и рассказал, как старательно выбирал обновку. Расскажи, какой ты. Добрый, помогаешь другим? Да, добрый. Трудолюбивый. Трудолюбивый. Так, расскажи, в чем это проявляется? Ну, кому-нибудь помочь могу. Кому? Кому-нибудь воспитателям, там ночным. А маленьким деткам помогаешь? Да. Со спортом мальчик не собирается связывать жизнь. Леша мечтает о куда более востребованной профессии. Он хочет стать машинистом, сесть в поезд и… А куда бы ты хотел съездить? В Москву. В Москву. Ты там был? Нет. А почему ты туда хочешь съездить? К Путину. Путину? А что бы ты сказал Путину, если бы встретил его? Сказал бы. Как у вас дела? А что бы ты про себя рассказал? Ну, рассказал бы, как я все хорошо, хорошо живу. Вот. Что делаете? У него бы спросил. Да. А о чем-нибудь попросил у президента? Да. О чем? Чтобы у меня Мерседес был. Вот это да. Несмотря на такие дорогие материальные мечты, Леша все же оказался очень скромным парнем. Он даже не намекнул на свои многочисленные медали и грамоты, которые он получал на разных спортивных соревнованиях. И не только. Его похвалили воспитатели. Неоднократно участвовал в спортивных мероприятиях, привозил такие вот призовые места. Ну да, занимается он у нас декоративно-прикладным творчеством. Он недавно вот на конкурсе, он занял первое место, был награжден грамотой и призами. Вы удивитесь, но у мальчика и руки золотые. Он умеет шить на машинке и творить что-то невообразимое из подручных средств. А с мамой и папой он сделает еще больше прекрасных поделок и сам добьется своей мечты. Редактор субтитров А.Семкин